Ну а в канун 70-летия Победы телеканал «Север» представил новый документальный фильм в условиях военного времени. Он рассказывает о том, как жили в Наринмаре в годы Великой Отечественной войны, как, несмотря на голод и лишения, ковали победу в тылу и о трудовом подвиге всех жителей региона. О подробностях съемочного процесса и первых впечатлениях после грандиозной премьеры Любовь Пермякова. Забыть, не помнить Слишком больно Хочу забыть Думала, время лечит Нет, забыть Они спрашивают, как это было После показа фильма в зале воцарилась тишина. Пауза. И вот они, долгожданные аплодисменты. У многих на глазах слезы радости, благодарности, восхищения. Фильм удался. Мария Кравченко, режиссер фильма. Эта хрупкая женщина провела большую работу. Пять лет она собирала материал, работала с хроникой, писала сценарий, организовывала съемки. Это аплодисменты, это всему нашему коллективу. Вы знаете, во время съемок было очень много удивительных вещей. Вот, видимо, Богу угодно, чтобы это все состоялось. И происходили удивительные вещи. Но самое удивительное, что в нас во всех стали проявляться духовные черты героев, о которых мы рассказывали в фильме. Особая доброта, ответственность, желание победить, несмотря ни на что. Надо снимать ночью? Нет вопросов. Надо снимать утром? Нет вопросов. Надо монтировать круглосуточно? Вопросов нет. Все с радостью работали. Операторы, монтажеры, звукорежиссеры, администраторы и, конечно, руководство. Все вложили не только труд, но и частичку своей души. Фильм о великом мужском и женском подвиге получился очень проникновенный. Нарьинмар 41-го. В Красном городе остались дети, старики и женщины. Их линия фронта пролегла через сердце. Им предстояло сделать невозможное. Работать за всех, кто ушел воевать. И обеспечить страну мясом, пушниной, рыбой. Фильм правдивый, с реконструкцией событий того времени. И самое удивительное, что так профессионально и тонко сыграли эти глубокие женские роли. Не профессиональные актеры, а обычные женщины, наши землячки. Что, Тамара, собралась? Нет? В съемках фильма также принимали участие дети войны и труженики тыла, которые, несмотря на высокий возраст, хорошо запомнили те героические дни. 45-й год, 9 мая. Мы дома все. Друг, соседи с той и другой стороны бегут. Все кричат. Дуйся, 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 дуйся. Мама, не дуйся, Ивановна. Мы все тут соскочили. Это было времени рано. Победа, победа. Огромную работу оценили зрители премьеры в условиях военного времени. Вы знаете, я в восторге. В восторге от самой идеи. И на самом, то, что прозвучало в фильме, оно настолько востребовано. И именно, я считаю, что существует совершенно четкий социальный заказ на эту информацию. И вам удалось в этом фильме воспользоваться, значит, ну, наверное, крохами документальных видеофрагментов. Потому что вряд ли на нашей территории в 40-е годы можно было рассчитывать, что кто-то из дня в день снимал, значит, все, что происходило. Но вы нашли эти фрагменты, воспользовались, великолепно выстроили сюжет. Фильм очень шикарный, очень хорошо снят, нам очень понравилось. Актеры хорошо играли и поставлен сам фильм замечательно. Очень хороший фильм. Интересно было смотреть. Мы на одном дыхании смотрели. Зрители смотрели и не смогли сдержать слез. И это самая высокая оценка работы. Работы Марии Кравченко. Закончился фильм и была пауза. Ну, ее можно было сравнить с такой минутой молчания, а потом уже пошли поздравления. Поэтому, естественно, мне хочется поздравить и свой коллектив, и мне хочется поздравить весь округ, и всех тех поблагодарить, кто дал нам возможность создать этот фильм. И мы надеемся, что у фильма будет большое будущее, и о подвиге ненецкого народа в годы Великой Отечественной войны узнает, в принципе, наверное, вся Россия, и пускай знает весь мир. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал Север.